Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас необычное гадание. Почему необычное? Потому что оно ситуативно перебирало свои колоды игральных карт и почему-то захотелось сделать гадание, которое будет иметь следующую тему. Какое судьбоносное знакомство предстоит в ближайшие полгода и предстоит ли оно? Не обязательно речь может идти о второй половине. Это может вообще говорить о том, это гадание, придет ли какой-либо важный человек действительно в вашу жизнь, который сможет в ней оставить след или действительно стать близким для вас человеком, будь то другом или действительно любимым человеком. Я не знаю, сколько сейчас будет вариантов. Я выложу столько, сколько поместится и возможно, поскольку колода карт достаточно мелкая, их будет достаточно много. Мы, конечно, в первую очередь в данном гадании будем искать фигурные карты. И сейчас мы посмотрим, каким образом нам ответит данная колода. Итак, предстоит ли в ближайшие полгода вам новое знакомство, которое будет не пролетающим мимо, а действительно окажет какое-то воздействие на вашу судьбу? И будет ли знакомство, которое действительно принесет вам какие-то важные вещи в вашу жизнь? Какие-то новые эмоции? Ну, получилось у нас достаточно много. Получилось 9 вариантов. И сейчас мы будем смотреть, какие именно арканы у нас получились. Если будут карты не фигурные, но благоприятные, то я буду говорить о том, при каких обстоятельствах может данное знакомство, о котором в этом гадании идет речь, свершиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вариант. Вы можете загадывать по цифре. Вы можете загадывать по порядку открытия мною варианта. И вы можете просто выбрать рубашку карты, которая притягивает ваш взгляд и, соответственно, выбрать карту, которая лежит сейчас на видеосъемке перед вами. Для тех, кто выбрал вариант номер 7, мы смотрим. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что каких-то судьбоносных знакомств не ожидается, но при этом могут быть малозначительные знакомства, которые каким-либо образом повлияют на вашу финансовую сферу. Для тех, кто выбрал третий вариант, мы смотрим. Здесь карты говорят о том, что вполне возможно, вас может ожидать действительно знакомство, но это знакомство, опять же, не какого-то глобального характера. Это не то знакомство, которое станет судьбоносным. Оно скорее будет мимолетным. Для тех, кто выбрал второй вариант, мы смотрим. И здесь, девчата, держитесь, крепитесь, выпадает один из самых благоприятных королей колоды. Вы можете познакомиться с достаточно состоятельным человеком. Человек, имеющий спокойный характер. Но вы знаете, честно говоря, в современное время, когда уже трактуют карты относительно цвета волос, я бы, наверное, не стала это делать, потому что даже мужчины иногда делают мелирование, например, или каким-то образом украшают свою внешность. А что делать тем, кто, например, бреется на лысо, как вы отличите? Поэтому, скорее, с точки зрения психологии я бы дала здесь определение и сказала бы, что это действительно достаточно удачный такой вариант короля. Это человек состоятельный, это человек состоявшийся человек, может быть в возрасте до 40-45 лет. И действительно, либо он выглядит, например, на этот возраст, будь то моложе или старше он на самом деле. И действительно, для тех, кто хочет и мечтает встретить мужчину в своей жизни, который будет нести часть судьбы и будет вашей судьбой, это хороший прогноз, который говорит о том, что вы, если вы девушка, участвуете в этом гадании, действительно, можете в ближайшие полгода встретить мужчину, с которым вы можете строить свою личную жизнь. Если вы замужем, то я не знаю тогда, что вы делаете в этом гадании, если у вас в семье все хорошо. Но в таком случае это может означать, что у вашего супруга может появиться друг, который принесет ему в жизни какие-то положительные изменения. Ну или у вас по линии работы может быть какое-то тоже полезное знакомство. Для тех, кто загадал четвертый вариант, и здесь у нас ложится карта, которая может свидетельствовать о новой любви. Она может, скажем так, говорить о создании семейного очага. Карта может говорить, ну вот здесь просят опять же показывать поближе, но покажу поближе. Хотя, в принципе, туз он и есть, туз чего его показывать. Так вот, карта действительно может говорить о новой любви, она может говорить о новых чувствах даже к человеку, которого вы уже знаете. То есть это может быть второй виток или десятый виток любовных отношений с вашим же супругом. Эта карта может говорить также о восстановлении отношений, которые приносят вам сейчас боль или которые распались. Но в любом случае для любви это карта достаточно положительно. Вообще у нас практически все красные масти, скажем так. Вернее, сейчас все открылись только красные масти, как я их называю. Итак, для тех, кто выбрал восьмой вариант, мы смотрим, что же здесь у вас. И снова у нас идет масть сердечная. И здесь мы можем говорить о том, что у вас могут быть скорее дружеские знакомства, скорее приятельские знакомства, чем действительно судьбоносные какие-то встречи, которые будут являться началом любви. Но, собственно, вы знаете, иногда из друзей затем складываются пары. И это может быть только началом. Для тех, кто выбрал первую позицию. Ну и вот здесь ложится у нас король Трев, который давайте еще раз поближе покажу. И здесь мы можем видеть короля Трев, который тоже может являться достаточно хорошим прогнозом по поводу знакомства с мужчиной. Но здесь вам следует остерегаться короля, который будет несколько более зациклен на себе, чем на вас. И это будет тот мужчина, возможно, который будет всегда лидером в отношениях. И, в принципе, ваши слова, наверное, он, если и будет делать вид, что воспринимает, то поступать он будет по-своему. Однако для вас действительно возможность судьбоносной встречи, судьбоносного знакомства с мужчиной, да, она присутствует. Для тех, кто выбрал девятую позицию, здесь у нас Дама Трев. И что это означает? Если вы мужчина, участвуете в данном раскладе, то для вас вполне возможно знакомство с женщиной. С женщиной достаточно серьезной по характеру, с женщиной достаточно правильной, которая, ну не будет фигара здесь, фигара там, будем так говорить, и с которой вы сможете действительно строить отношения. То есть в вашем случае может быть действительно судьбоносное знакомство. Если вы девушкой участвуете в этом гадании, то, возможно, вы познакомитесь с дамой, которая станет впоследствии вашей подругой. То есть, в принципе, это действительно благоприятное знакомство. Для тех, кто выбрал пятую позицию, мы смотрим, и здесь ложится у нас замечательный туз пик, который, тем не менее, не говорит о каком-то ударе, не говорит о каких-то плохих изменениях. Он просто говорит о том, что каких-то судьбоносных знакомств с человеком, который бы оказал влияние на вашу личную жизнь, не предвидится. Для тех, кто выбрал шестую позицию, ну тут уже кэп очевидность, осталась шестая, значит шестую. Ложится пятерка треф, и здесь мы можем говорить, что по данной карте знакомств не предвидится на ближайшие полгода, которые могли бы стать судьбоносными. Это не значит, что вообще не будет никаких знакомств. Это значит в данном случае, что именно свою вторую половину вы вряд ли встретите в обозначенный период времени. Значит, просто еще не пришло время. И если вы услышали не совсем то, что вы хотели услышать в данном гадании, ну, наверное, все-таки нужно адекватно, рационально принимать то, что вы слышите, и, в общем-то, воспринимать это как совет. Вот такой у нас получился сегодня абсолютно необычный расклад на канале, потому что на моем канале до этого не было раскладов на игральных картах, хотя, в принципе, это те карты, с которых я в совершенно юном возрасте, в детском возрасте, я бы сказала так, начинала учиться гадать. Ну, и, конечно, я могу сказать для всех, кто хочет заказать личный расклад, вы можете писать мне в личку все мои контакты в текстовом описании к этому видео. Ну, а я всем вам желаю удачи. Я желаю вам встретить вторую половину или укрепить отношения с нынешней вашей любовью и быть поистине счастливыми. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.